привет друзья на днях получил посылочку от спонсора от магазина bingood прислали на обзор два мультиметра вот такой маленький aneng a3010 очень неплохой видео обзора можно посмотреть по ссылочке и вот такое немножко посложнее мустол mt 005 да еще и про сейчас мы вставлен батареечки сейчас мы вставим да смотрите здесь все по-настоящему здесь имеется вот такая латунная буксочка под резьбу под винтик так он у нас чирикнул включился крышечку закрываем то и винтик поставим винтик поставим а он не ставится а елки-палки винтик на место и закрутим вот так он у нас включился и сразу в режиме авто смотрите какая красота дисплей черно-белый а точнее черно-бело-зеленый и сразу включился в режим авто в этом режиме можно тыкать везде и ничего с ним не случится так давайте давайте посмотрим шоу него было в комплекте значит был вот такой шнурочек со штыки ручка мы здесь вот такой прямой у этого сделан немножко удачнее видите здесь такой с перегибом этот выйдет из строя немножко позже проработает немножко дольше этот в кармане будет конечно перегибаться это они не предусмотрели так упаковочка упаковочка вот она обычная ну обычный шерпотреба мануальчик и где-то а вот и вот такой пакетик и в нем всякие разные штучки-дрючки давайте посмотрим чего здесь чего здесь есть значит есть вот такой крокодильчик на вот такой крокодильчик ну очевидно он очевидно он вот для этого вот чик смотрите вот и он закон тачился нормальненько нормальненько далее вот это вот вот это вот очевидно очевидно откручивается и и можно закрутить и вот такой наконечничек тоненький там можем на вот такой длинненький можем вкрутить вот такой хитрый вот такой хитрый это очевидно а вот под это да он такой с пружинкой так и из чего она все сделано интересно сейчас мы возьмем магнит и проверим два вот таких что кирочка из металла желтого цвета ну это наверно для электроники вот один короткий вот этот вот один длинный и вот этот вот какой-то обратное здесь такое углубление небольшое так и где-то был магнит берем и проверяем так ну кася так все по-настоящему все по-взрослому не стальные все сделано из благородного металла все кроме крокодила видите какая красота это что-то не то это вот она латунь и кончик здесь также латунь и это радует так и давайте посмотрим что этим мультиметром можно измерять напряжение давайте немножко поближе так ну кася резкость есть резкость есть напряжение постоянка переменка сопротивление измерение емкости конденсаторов имеется звуковая прозвоночка измерение падение напряжения на диоде ncv и лива что такое ncv это можно найти провод под напряжением ну на каком-то расстоянии может быть даже под штукатуркой лива это определение фазы у этого мультиметра режима лива нету и это меня очень расстроила так значит все включено управление тремя кнопками включение выключение красная кнопка она же и select далее hold заморозка она же фонарик при нажатии и удержания включается фонарик маленький но очень яркий светодиодик отключаем отключаем ncv и лива так это у нас ncv здесь у нас все на экранчике отмеченного ну кася вот она ncv так следующее нажатие лива и автомат ncv лива автомат давайте проверим что-нибудь в автомате ну что-нибудь кого так закон тачим что мы имеем 1 и 3 десятых 1 и 4 десятых мега ума нормалек нормалек так напряжение напряжение есть у нас такой элемент полтора вольтовый элемент гальванический сухой на 145 где-то в обзорах он у нас уже мелькал так чик что мы имеем 1 и 55 сотых вольта нормальненько нормальненько элемент семьдесят второго года замечательно так теперь давайте вот к нему в 220 где-то был право дочек вот он вот он это втыкаем вот здесь а это втыкаем это втыкаем а это втыкаем она не втыкается 227 вольт нормальненько нормальненько так поехали дальше так нажимаем кнопочку select нажали измерение емкости конденсатора нажимаем давайте поближе падение напряжения на диоде далее это у нас звуковая прозвоночка далее измерение сопротивления далее герцы так это надо будет проверить и далее по кругу постоянка так постоянку мы измеряли переменку мы измеряли сейчас еще разочек давайте выйдем на авто и проверим звуковую прозвоночку режим авто звуковая прозвоночка задержка имеется сейчас давайте мы возьмем вот такую резиночку резинка еще советская и немножечко зачистим самую малость потому что все вот эти вот контакты покрыты каким-то оксидом и он не дает хорошего контакта также сделаем и вот здесь последняя советская резинка больше такого меня нету так чудненько теперь проверяем закон качили так чтобы было видно задержка так а ну давайте мы перейдем в режим прозвоночки красная кнопочка нажимаем чик 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 прозвоночка не слышно задержки очень быстро и это очень неплохо так далее ума ума мы измеряли герцы ну давайте еще разочек воткнем в 220 так воткнули и она уже что-то показывает но что-то не туда нужно воткнуть два конца вот один и вот второй непонятное явление герцы или не герцы как здесь к герц не может же быть такого давайте вот так сделаем чик непонятное явление должно быть 50 герц она показывает 118 килогерц что случилось а если вот кунж сеть прямо из этого розетка мы еще не коснулись контакта уже 49 и 70 герца касаемся и дальше пошли килогерцы а почему непонятно 49 и 7 коснулись пошли килогерцы непонятное явление непонятное явление 49 и 7 теперь давайте посмотрим ncv и его нажимаем вот эту кнопку чик ncv давайте посмотрим что нам покажет и шоу нам расскажет он нам рассказывает то что этот провод под напряжением и это радует так нажимаем вот эту кнопочку еще раз это режим либо сейчас мы попробуем найти фазу мы хоть фазу нам предскажет здесь нету значит это 0 а а здесь фаза и класс можно использовать как обычную индикаторную отвертку если кто еще помнит так поехали дальше нажимаем кнопочку select 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 возьмем вот это вот и сейчас мы посмотрим штыки ручек вот сюда режим авто сопротивление сопротивление 1 ом так я надеюсь видно да давайте сделаем немножко ближе вот так чтобы наверняка так 0808 ума хотя другим мультикам мералка где-то один с копейками ну-ка еще 08 так здесь у нас 100 он 100 и 4 десятых нормалек 2 и 7 2 и 7 килограмма 2 и 7 нормалек нормалек далее 300 килограмм 281 а на другом у нас кажись было 270 так и здесь 3 и 9 на предыдущем было 3 и 6 кажись 36 также 36 а вот так дальше пошли конденсаторы давайте переключимся на измерение емкости давайте чтобы это суда чтобы было нормально видно так 10 но на фарад здесь ничего не показывает такую малую емкость не видит так 51 так 003 004 ну примерно так далее 100 не видно 009 так далее 10 микрофарад и шо 10 и 8 так поехали дальше это у нас дроссель летчик дальше проверка диодов нажимаем кнопочку select нарисованный диодик мы его закон тачиваем чик 05 так а если поменять полярность ничего не должно быть да ничего не показывает как поехали дальше дальше у нас светодиоды давайте посмотрим так светодиод белый плюс минус чик ничего не показывает и светодиод не запускают не хватает ему немножко так еле еле красным цветом 17 так зелененький 17 синяки наверно не покажет не пробивает и далее желтенький 1 и 7 все они показывают 17 вот так так и шо и по моему все да и и по моему все и сейчас мы попробуем поискать провод под штукатуркой да да хорошо нажимаем вот эту кнопочку ncv и и вперед розеточка киевская прибор очень чувствительный видите где-то сантиметров 15 и он уже сигналит и уменьшить чувствительность никак нельзя а ну давайте мы вот это вынимем вынимем так поехали не получится очень высокая чувствительность так теперь еще раз нажимаем эту кнопочку холд здесь у нас слива найти фаза ну фаза мы им уже находили вот она фаза пиликает и загорается красный светодиод и вот он ноль на ноль никакой реакции так теперь пойдем проверим фонарик колодовка полная темнота нажимаем кнопочку холд и удерживаем и вот он включился фонарик смотрите какая красота значит нижняя полочка вот до нижней полки примерно метр а до верхней а до верхней ближе так что у нас здесь давайте посмотрим какая-то фигня какая-то сантехника какие-то гайки какие-то муфты переходники так и что у нас здесь здесь у нас всякая разная химия вот так вблизи вблизи все видно очень неплохо работать при таком освещении можно и вот сейчас расстояние примерно метр может немножко больше может немножко меньше тухнет свет и еще разок режим NCV а если мы вот это вот выкрутим а чего он пиликает а провод под напряжением давайте его подальше немножко это мы выкрутим сразу давайте перейдем в режим авто чтобы он не пиликало так и вкрутим вот такой из металла желтого цвета я думаю по золоту я думаю для ремонта электроники это то что надо ну-ка ся смотрим нормальненько ну правда как-то оно неестественно не до конца так здесь вот такая латунная буксочка нормальненько а если вот такой удлиненный смотрится неплохо даже не знаю что этим измерять вообще-то я предпочитаю четверочку сейчас я покажу вы уже видели а вот сюда я сделал четверочку и сюда сделал четверочку латунь покрыта серебром как-то четверка мне ближе к телу надо будет и сюда выточить так давайте посмотрим мануальчик сейчас мы нажмем отключим чик так где же он где же он вот он мануальчик пишут здесь много но к сожалению я не все слова знаю значит что могу сказать могу сказать что имеется четыре тысячи отсчетов так где-то тут была таблица где-то вот она вот она таблица значит смотрим напряжение переменка до 600 вольт постоянка до 600 частота 10 герц 100 мегагерц ну так написано а на самом деле вы сами все видели так измерение емкости до 40 микрофарад сопротивление до 40 мегалом и в общем то и все и в общем то и все кому интересно смотрите ставьте на паузу запоминайте а лучше зайдите по ссылочке ссылку я оставлю в описании и найдете все что вас интересует что сказать отличный отличный мультиметр если его сравнить с вот таким щупом советским ну примерно такой же а если сравнить вот с таким щупом двух щуповой это же вообще кошмар представляете как извращались электрики при коммунизме да кстати это подарок от хорошего человека как же называется его канал его канал называется думы руками да точно большое спасибо классная штуковина ну я этим не страдал ни 40 ни 50 лет назад я всегда делал звуковую прозвоночку для контроля напряжения вставлял неоночку всегда у меня был двух щуповой порубничек ну сначала неоночка потом появились светодиоды и как то так и на этом мы наверное закончим на сегодня все всем кто смотрел спасибо ставим пальцы ссылочка в описании и обязательно напишите комментарии для поддержки канала и всем пока в воздушная тревога снова к нам со скотобазы летят ракеты а я пойду в убежище фонарь рабочий замечательно водичка есть там и позавтракаем всем пока это неожидан очень взяв он до до Продолжение следует...